В последние дни мир содрогнулся от одного невероятного события, Адам Кадыров получил свою новую награду, а значит что без порции кринжа нам совсем не обойтись и значит что придется в очередной раз долго и нудно ржать. Друзья напоминаю вам что я сейчас активно веду свой телеграм канал, где публикую дополнительную информацию про персонажей моих роликов, а также новости связанные с работой моих проектов, буду рад видеть вас в числе своих зрителей. Все мы уже давно поняли схему, которую я много раз разбирал на канале, когда нужно отвлечь внимание от чего-то, то сразу же включают Адама Кадырова, который получает награды и занимается другой показухой. А в этот раз прямо все совпало и показуха была с Путиным, когда Пончик бегал как беременный таракан и не сразу попадал по мишеням. А теперь вон еще и награждение появилось. Причем абсолютно нелепое, которое выглядит очень смешно. Ведь Адам Кадыров получил награду имени своего бати, которую у них считают самой престижной и высокой. О награждении сына Кадырова, который является начальником отдела безопасности главы Чечни, сообщил министр Чечни по вопросам национальной политики и внешних связей. В печати и информации Ахмед Дудаев. Искренне поздравляю начальника отдела безопасности главы Чеченской Республики, дорогого брата Адама Кадырова, с вручением ему высшей награды Чеченской Республики Ордена Кадырова. Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу. Адам истинный патриот своей родины, который достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем. И в каждом своем действии он сохраняет верность заветам великого дедушки, первого президента Чеченской Республики. Ну и дальше уже идет всякое разное там в стиле Чай Ахмад Сила и так далее. Пусть эта высокая награда станет символом его преданности и постоянного стремления к высоким целям. Желаю Адаму Кадырову дальнейших успехов, вдохновения и благополучия на его пути. Вот так, оказывается, Адам Кадыров еще у нас настоящий патриот своей родины. А в чем интересно заключается его патриотизм? В том, что он медальки собирает. Или в том, чтобы бегать с автоматом и стрелять по мишеням. Или в чем патриотизм? Я понять не могу. Он же вместе со своим братом Ахматом гордился, что воюет на фронте. Так почему же они тогда не в Курской области? Или, возможно, патриотично только с Мазиком и Шавухой воевать? Не знаю. В Курской области из них всех сейчас воюет только Аптелаудинов, который уже давно всех победил. Вот только почему-то зона боев в этом направлении только расширяется. Лапоть Аладдина ездит на своей иномарке и с новыми зубами. Вот еще один хороший признак патриотизма. Когда у тебя бабла больше, чем у других. Можно немного в патриота поиграть и покритиковать тех, кто не хотят идти умирать. Наблюдаю такую картину. Склипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Я реально вас не понимаю. Кстати, видно, что в его машине теперь треснуло стекло. Наверное, к стоматологу опаздывал и врезался в кого-то. Зато теперь можно показывать эту машину в кадре и говорить, что подбили в бою. И, само собой, рассказывать, что паники нет. И что все под контролем. Спасибо. Всем Ахмад Сила. Россия Мощь. Бог Един. Аллаху Акбару. Короче говоря, все будет хорошо. Так вот, не находите вы странным? Каждый раз, когда происходит какой-то звездец, всегда вокруг слишком много разговоров и пиара от самих кадыровцев. Марш Пригожина, Крокус Сити. Везде активно они пиарятся. И именно пиарятся кадыровские шайтаны. И еще и периодически Иадама подключают ко всему этому. Все это нужно, во-первых, для того, чтобы Дон-Дон мог потешить свое эго и показать, какой он крутой. Ну, смотрите, моя армия всегда сражается, всегда приходит на помощь. И только они одни воюют и держат фронт. Во-вторых, как я уже говорил в своих предыдущих видео, эта картинка с тем, как круто они воюют, нужна именно в первую очередь для самого Путина. Он же большой любитель мультиков. Вначале Шойгу 10 лет его кормил мультиками и рассказывал сказки в плане изобретения новых военных технологий. И, собственно, видим, что он на эти сказки ввелся. И сам Шойгу втихаря просто брал и тырил бабки. А теперь он этим занимается Кадыров. Возит Путина в свой институт спецназа, показывает навыки своего сына Адама, ну и, само собой, показывает мультики о невероятных победах тикток войск. Очевидно, что в России клан Кадырова занимает очень высокое положение. И им у себя дозволено вообще всё. Чечня живёт по совершенно иным законам. Бесконечные награды Адама, немереное количество жён у самого Дон-Дона, дворцы, а по менталитету обычное средневековье, когда несогласных похищают, отрубают им головы, да ещё и устраивают охоту на их родственников, устраивают кровную месть и всё в таком роде. Это что, признак цивилизации какой-то? Да нет, это как раз-таки признак средневековья и признак деградации. А сами при этом, они даже говорить не умеют. Да каких там говорить? Читают всегда с листочка и даже не могут нормально прочесть. Приветствую вас на торжественном открытии очередного объекта спорта Чеченской Республики, модульного спортивного зала. Это первая в республике такого рода и формата спортивный объект. Площадь застройки объекта составила 13 тысяч квадратных метров. На ней расположились футбольные поля с размером 60 на 40 метров, с искусственным покрытием и беговыми дорожками. Приветствую бойцов батальона имени легендального чеченского героя Байсангура Бенуевского. Вы достойно прошли подготовку в российском университете Светснадзе. Также недавно вы получили всё необходимое оружие. Дипломатов, руководство, нет чести, совести, достоинства. После того, как они включили санкцию, мою лошадь за зодом. Быстро, и то, что вы ввели против санкций моей матери, после этого я вам не прошу, я пойду на всё. Как вместо школы они там закончили непонятно что, и всё это время занимались только собиранием медалек. Другие же говорить хоть и научились, но их слова ничем не отличимы от слов типичных пропагандонов, по типу того же Соловьёва и Скобеевой, у которых эти лапти в последнее время очень активно пиарятся и являются, по сути, постоянными гостями. Я могу с гордостью сказать, что с момента, как мы сюда зашли, они не то, что не продвинулись ни на один метр, а наоборот, мы их остановили и начали задвигать наоборот, обратно уничтожая максимальное количество. Такое чувство, что один Ахмат воюет на всех направлениях. Такие вот дела. Если понравился ролик, не забывай поддерживать его своим лайком и писать в комментариях, что думаешь про таких вот тикток бойцов и как тебе новая награда Адама Кадырова. Всем пока, до новых встреч, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok